всем здорово вот сегодня сидел на работе и решил что хочу рассказать как раз про все это дело работу про то как обычно приходишь туда устраиваешься работаешь обычно когда тебе уже надоела твоя работа там много всяких разных факторов к ты понимаешь что пора найти наконец новую работу и ищешь и отправляешь туда резюме и сюда резюме вот в конце концов чаще всего зовут тебя на какую-то херню более-менее с нормальной интересной вакансии приходит ответ с тобой связывается отдел кадров описывает тебе так что ты понимаешь что блин на этой работе я судя по всему получать раза в два зарплату больше а то и в 3 ты прямо в шоке ты рад ты счастлив потом тебе назначаются собеседование на этом собеседовании ты сначала садил кадров расскажи вы рассказываешь о том о всем а потом встречаются с начальником который сидит с умным важным видом такой знаешь ли важный человек женщина мужчина вообще без разницы и начинают тебе еще частенько задавать всякие такие интересные вопросы а почему выбрали именно в нас блин я всю жизнь жил и молился чтобы на вашей вшивой конторе работать ну как вшивой конечно когда ты идешь ты стараешь думаешь что были как нормальная контора в любом случае понятное дело что куда ты смог туда отправил резюме к не более-менее подходил я позвали туда и пришел или какие у вас достижения на предыдущем месте работы блин какие достижения я работал нормально выполнял свои задачи вообще бесячее дело и тянут и тянут из тебя каких-то достижений и все они все они ждут суды я не знаю даже не то чтобы ждут кому так и положено что ты должен приходить раньше уходить задерживаться работать выходные там геройствовать постоянно причем за твои геройствия даже не то что не платят никогда спасибо тебе даже не скажут это якобы так и должно какие нахер достижения ты должен работать на своей работе ну и вообще куча всяких таких тупых или типа почему мы должны выбрать именно вас такое ощущение что там миллиард человек пришел во первых во вторых это вам судить почему вы должны меня выбрать вот мой опыт работы я подхожу потому что я могу выполнять те функции которые требуются есть вот требования вот мои навыки опыт образования поэтому должны выбрать именно меня потому что я пришел к вам и хочу у вас работа согласен работать на эти деньги что за тупые вопросы в моем случае в конце концов ты увольняешься ты полон надежд ты на бумаге тебе показывают замечательные цифры ты просто счастлив узнаешь там все здорово это хорошо это хорошо и вот ты приходишь на свою замечательную новую работу горит горят энтузиазмом глаза у тебя вообще шикарное настроение с шикарным настроением ходишь прямо все я готов я все могу я все сделаю и даже то что сначала кажется что блин стул старый какой-то покосившийся дали обязательно нравится парить либо сломанный ноутбук там потрескавшийся знаете переходный ноутбук всех новичков или какой-нибудь там мониторчик плохо но я говорю про офисных работников я потому что сам в принципе работаю в каких условиях про них и говорю но я практически уверен что это можно переложить на все другие специальности там пришел тебе дали вместо красивого нового комбинезона чью-то поношенную робу и ты в шоке какие-нибудь уже дырявые рукавицы или рукавицы новые но ботинки с чужой ноги ты начинаешь это но но пока это кажется нормальным а тебе кажется нормальным что что-то всех вокруг не такие веселые лица единственное что может быть тебя смущает почему если тут так здорово платят и такие хорошие деньги а почему на парковке и стоят в основном отечественные автомобили но ты думаешь это все фигня все непонятно кем работают я тут будут все замечательно трудиться и вот твой энтузиазм твои замечательные горящие глаза все девки кажутся каким-то немножко страшными все пацаны кажутся каким-то немного боковадами но ничего страшного и самый твой главный друг главный знакомый это тетка например ну в общем работник отдела кадров которого ты доверишь здороваешься вот практически твой союзник в этом новом месте работы сначала ты пытаешься въехать месяц две недели сколько ты въезжаешь а все тебя уже ждут будешь сворачивать горы и пытаешься сворачивать горы но чаще всего тебе говорят непонятные ориентиры потому что для них это все уже ясно все известно все просто отпинываются от тебя потихоньку энтузиазм начинает угасать проходит месяц проходит 2 ты начинаешь въезжать ты получил первую зарплату думаешь ну фигня первая зарплата я ничего не умею пытательный срок или еще ты получил вторую зарплату ты получил третью зарплату и после третьей зарплаты в конец испытательного срока даже ты не получил ты собираешься ее получить ты начинаешь сомневаться руководство руководство стар пытается показать что с каждым месяцем что это просто ты манну небесную какую-то получил устроившись на эту замечательную работу вроде с другой стороны девки становятся уже не такими страшными и вроде как пацаны кажутся уже дружелюбными и ты находишь ними со всеми общий язык и удается вытащить у айтишников новый компьютер поинтересней и то и все но ты понимаешь что что-то где-то тебя обманули что вроде как и зарплата не настолько выше как ты ожидал а может еще оказаться и ниже и условия работы и что-то это не так и это не так и спрашивают тебя все больше каких-то непонятных вещей которые были как и не оговаривались и те замечательные цифры ты все меньше и меньше видишь и тетка с отдела кадров ты просто с ней уже здороваешься потому что ты думаешь блин что-то где-то и в ее глазах ты начинаешь понимать понимание того что ты сомневаешься в успехе своего выбора и тут ну ты думаешь ну ладно еще посмотрю проходит три месяца и все тебе чтобы уволиться нужно хотя бы две недели проработать и тут ты как-то ощущаешь что один уволился другой уволился и думаешь от хорошей жизни не увольняются видишь понурые взгляды товарищей которые должны выполнять планы но что-то не получают огромных зарплат ты три месяца получаешь уже зарплату далеко не ту на которую хотел энтузиазм пропадает и ты начинаешь думать блин а все-таки неплохо было на прошлом месте работы проходит еще месяц еще 2 3 и в какой-то момент ты понимаешь что руководство кажется тебе даже не то что пупым а настолько самодурственным что пора просто-напросто идти оттуда и каждый день ты проводишь свои 8 часов свои лучшие 8 часов своей жизни занимаясь одними тем же и тебе не нравится этим заниматься и нет энтузиазма потому что ты понимаешь что все твои новые стремления ломаются просто в бюрократическом устройстве всей организации неважно большая или маленькая к отдел маркетинга может быть из одного человека там или бухгалтерия там из 20 или из может быть 100 человек так и так и те и другие вставлять те в палки в колеса и постепенно ты понимаешь что все инициативы с которыми ты пришел и стремился к чему-то наказуем и и платят тебе совсем не те деньги и кажется совсем не за то и можно создавать видимость работы и получать больше чем если ты на самом деле пытаешься сделать результат а с тебя спрашивают все больше и больше и начинает повторяться одинаковые дни унылой серой работы в которой все больше и больше тебя все бесит и всякие маленькие начальнички которые каждый пытается отыграться как-то сделать свою самореализацию выразить себя за счет своих подчиненных за счет того что включил кондиционер может быть на полную все замерзли или еще что то где-то ты начинаешь есть постоянно в столовой в которой тебе то не доложат то все у них сгорит то еще что-то ты постоянно должен опрашиваться чтобы выйти на пять минут с этого замечательного заведения у всех разные где то есть свободный график посещения где то есть на местные столы где то есть конфеты но при этом при всем есть небе из начальства есть постоянные отчеты есть еще какая-нибудь херня которая начинает тем просто доставать и бесить ты понимаешь что тебя просто обманули просто накололись с тем с чем ты пришел судьбой энтузиазм нахрен никому не нужен что твои геройства которые ты должен делать но за ней даже спасибо не скажут это тетка из отдела кадров ты максимум лишь здрасте потому что думаешь вот ты меня сюда затащила ты мне обрисовала и у нее на лице написано то что ее затащили сюда какими-то непонятными обещаниями надеждами чаяниями еще чем-то что не оправдалось и вот эта серая рутина тянется и тянется и ты начинаешь ненавидеть эту эту работу все больше и больше начинаешь думать как бы куда-то уйти и постоянно смотришь на сайтах работодателей тут крутая вакансия где можно зарабатывать гораздо больше денег ты разговариваешь с друзьями и твои друзья оказывается получают уже гораздо больше чем ты но ты 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 не такой тупой почему почему ты все делаешь вроде как твои друзья зарабатывают больше ты понимаешь что нужно что-то делать что-то менять ты ищешь одну работу другую третью находишь рассылаешь резюме в конце концов ты уже готов уйти и в какой-то последний момент ты сидишь и думаешь но в принципе ко всем уже привык все коллеги с которыми ты работаешь практически твои друзья ты уже знаешь все ходы и выходы с некоторым сожалению ты уходишь но все равно в последние моменты ты опять переполнен энтузиазмом и радостью от ожидания новой работы опять тебя греют надежды твои глаза горят и думаю сейчас будешь получать большие деньги выполнять интересные цели добиваться карьерного роста или еще чего-то чаще всего там снова оказывается какая-то лажа у кого такая же херня ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всех рад видеть кому интересно пишите что-нибудь в комментариях кому не интересно тоже пишите что-нибудь в комментариях что вам не интересно и почему не интересно рад вашему вниманию давайте всем пока